Йоу, чуваки, всем здорова, с вами Сталл Атлантида, сегодня будет разбор бродильского фанка. Все-таки не последнее видео, оказалось тот, прошлое, наверное, где я два проекта разбирал. Сегодня будет прям супер агрессивный, такой жесткий бродильский фанк. Пока не знаю, я отхожу в замешательстве между рейвом, хаус фанком, обычным фанком и бродильским фанком. Не знаю, как настроение идет, так то и пишу. В общем, нашел я такой вот звучок. Звучит супер агрессивно. Давайте по классике, вот начнем с кика и по чуть будем идти вниз. Мастера мы пока отключим, первый это у нас кик. Это мой самый сейчас, наверное, фаворит среди киков, потому что он такой заглушенный, но при этом бьет хорошо, если его забустить по низам. По классике я забустил низа, и теперь он звучит супер круто. Дальше здесь снейры в стиле ману. Извиняюсь за шмыганье, просто у меня этот нос что-то забит в последнее время. Дальше второй. Ну здесь такая, типа, переигровочка, перебивочки немного имеются. Основное это у нас вот этот новый звучок. Отключим пока эффекты, послушаем без эффектов. Теперь с эффектами. Супер классно звучит. По эффектам здесь параметрик. Чуть-чуть, вот максимально чуть-чуть забустил низ. 0,2 децибел показывает. Реверб в Small Studio и Fruity Delay в Volumi. Ну, звук на 3 где-то примерно. Все. Ну, типа, в целом паттерн готов. Дальше здесь акапелла. Вот такие, получается, FX. Вот такой вот. Тоже вокальный FX. Ну и все, так на весь бит он будет. Ну и все. Дальше получается вот такой. Ху, ху, ху. Все. Больше здесь ничего нет. Здесь это все дублируется. Какие-то ямочки в такт. И все в целом. Давайте послушаем, что как получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, чуваки. Наверное, не вижу смысла особо показывать, что дальше. Ну, типа, он ничем не отличается. То есть он также будет звучать по проекту буквально 15 минут. Эту мелодию вообще я написал в ванне. Я что-то просто зашел в ванну. У меня жара вот в городе. Постоянно 30 градусов. Что-то в ванне, короче, лежу. Телефон достаю. И сижу такой просто. Ту-ту-ту-ту-ту. Такой, опа. Записал голосовой, чтоб не забыть. Нашел звучки. Все. Бит получился. Поэтому ничего сложного в таком нету. Еще немного хотел бы поговорить, чуваки. Нас уже почти полторы тысячи. Я тысячу набивал целый месяц. Пятьсот я за пол... Меньше, чем за полмесяца набил себе. Я просто в шоке от вашей активности, чуваки. Всех обнимаю. Всех просто так рад. Спасибо, что следите. Что-то пишите, комментируете. Кому-то я помогаю в создании новых битов. Это, ну, супер, как для меня, классно. Это, я бы сказал, для меня это такое достижение. То, что я не просто так это все делаю. Пока по жанрам я пока не вижу, что новое выходит. То есть все абсолютно старое. Миллион гайдов по старым жанрам есть. Просто бразильский фанк вообще я начал писать еще в декабре прошлого года. Когда вот он только первые треки начали стрелять. Я думаю, блин, классный звук. Надо научиться. Параллельно учился. Первый, ну, первый, кто начал его делать вообще в Казахстане, кажется. У себя вот, ну, в стране, в СНГ примерно та же история. Просто сейчас, ну, пока мало кто его делает. В одно время где-то примерно Нуеки делал. Но я не знаю. И вот, и... Я не говорю, что я типа самый первый. Я просто, ну, как я увидел. Может быть, я не прав. Если что, подправьте. Ну и вот. И в целом, поэтому, пока я не вижу новых жанров, как выйдет что-то новенькое, интересное. Такое вот прям, чтобы качало, разрывало и меня это цепляло. Я на это сразу сделаю гайды, буду делать. Потому что пока что, ну, не цепляет меня что-то новое. То есть, пока меня цепляет чисто вот хаус фонг, рейв, обычный фонг, какой-нибудь аэстетик фонг, ну и бразильский фанг, фонг. Все. Пока на это есть спрос, мне кажется, я это еще буду делать. Даже не спрос, пока у меня на это есть самого желания. Когда это все чуть подутихнет у меня, то, наверное, я его и перестану делать. Что-то заговорился с вами, чуваки. Ну, с вами была Атлантида. По классике, что бы хотел сказать вам. Не парьтесь вообще в целом, в принципе. То есть, то, что произойдет, оно произойдет. Типа, чуваки, не надо париться там, да. Блин, вот что делать, у тебя там экзамены, там, так далее, так далее. Я заметил просто, чем ты меньше паришься, чем ты меньше к этому относишься, тем оно легче проходит. Также у меня, например, было с расставанием. Вот когда я со своей бывшей расставался, поначалу, раньше, ну, честно скажу, пробивал на слезы. Вот мы до этого расставались уже, да. То есть, до самого окончательного расставания. Мы тоже расставались в течение двух лет. Пробивал на слезы, честно. Там прям очень плохо было, плюс накручивал себя. Потом в моменте подумал, типа, ну, видимо, не мой человек. Типа, окей, ладно, отпустил, забыл, все, и живу дальше, кайфую. Поэтому, чуваки, вам тоже стоит так относиться ко всему, не надо париться, все, что надо, к вам придет. Не обязательно сразу, но со временем. Так у меня спустя только шесть лет что-то начал приносить музыка. Причем в хорошем количестве, наверное, за все эти шесть лет, которые я мог заработать. Поэтому, чуваки, с вами был Атлантида. Всех обнял. Скорее всего, чуть попозже запишу еще один видосик. Все, чуваки, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok